Когда есть боль, то мир вокруг человека, он, в общем, становится такой капсулой, которая постепенно-постепенно сужается сначала до тела, да, а потом до точки. Люди хотят очень простых вещей, селедки, люди хотят чистой ключевой воды. И это абсолютно невыносимая история. Активнейшие люди впадают в ступор, девчонки влюбляются в этого человека. Мы не вызываем там проституток, не дать им ссылки на секс-шоп. Где черта, где мы должны остановиться и сказать, слушайте, ребят, дальше вы сами. Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире снова Док Ток. И с вами моя соведущая Ольга Орлаускас. Никита Тихонов-Фраун. Мы снова в эфире. Мы с вами только что посмотрели фильм «Отдаю свою радость Оля», предоставленный любезно нам режиссером Еленой Ласкари и компанией Киноартель. А сейчас давайте обсудим вместе с нашими гостями тему, ради которой мы все сегодня собрались. Тема очень важная, тема отчасти страшная, но не говорить об этом нельзя. Мы будем говорить сегодня о палеотивной помощи. И с нами в студии Наталья Савва, кандидат медицинских наук, директор по методической работе фонда «Детский палеотив». Диана Невзорова, главный внештатный специалист палеотивной помощи Министерства здравоохранения России. И Андрей Давыдов, психолог программы для молодых взрослых детского хосписа «Дом с маяком». Ну и первый вопрос, который, конечно, нужно задать, потому что не все наши зрители об этом знают. Вообще, что такое палеотивная помощь? Давайте, Андрей, начнем с вас. Палеотивная помощь – это один из разделов медицины, который оказывает помощь пациентам, у которых есть неизлечимые заболевания. Хорошо. Так, пожалуйста. Ну, я бы добавила, что это действительно какой-то еще подход, философия, которая включается не только медицинское сопровождение, но решение вообще всех проблем, с которыми сталкивается неизлечимый пациент, его семья, его окружение. И вот этот подход – это психологическая помощь, это духовное сопровождение, информирование, какая-то эмоциональная поддержка. То есть вот все то, все те проблемы, страдания, скажем так, физические и нефизические, которые выпадают на долю в связи с этим вот неизлечимым заболеванием. Диана, какое у вас видение, определение той сферы, которой вы посвятили свою жизнь? Я согласна со своими коллегами о том, что палеотивная помощь – это некий подход, подход к оказанию поддержки, к оказанию многосторонней помощи неизлечимым больным людям, взрослым и детям, их семьям. И то, что называется палеотивной помощью, складывается из медицинского подхода, из социальной поддержки, и мер социальной поддержки, из психологической, духовной, и зачастую помощи, которые направлены на этикоправовой тоже, наверное, тут много составляющих. И этот вид помощи в нашем законодательстве, кстати говоря, палеотивная медицинская помощь – это отдельный вид медицинской помощи. Но буквально с прошлым году палеотивная медицинская помощь расширилась. И вот все то, что мы озвучили, оно вошло в закон, в закон об охране здоровья граждан. И сейчас медицинские организации, которые осуществляют эту помощь, они обязаны взаимодействовать и с родственниками больных, и с религиозными организациями, и с волонтерскими, некоммерческими организациями, с организацией социальной защиты. То есть это такая многогранная помощь, без которой каждая составляющая, которую мы озвучили, она друг без друга бессмысленна, и ты зачастую не угадаешь в конкретной ситуации, что более важно. Понятно. Скажите, раз это все такая система, идет работа на тем, чтобы это становилось все более систематичным, упорядоченным, понятным, чтобы все работало по определенным алгоритмам, задействовано огромное количество профессионалов из разных сфер, я так понимаю, что на это требуется достаточно большое финансирование. Если мы про это говорим, сейчас кто финансирует в нашей стране эти подходы? Ну, по-разному получается. То есть у нас, к счастью, мы сейчас уже были услышаны государством, и действительно есть даже федеральное финансирование, какое-то базовое федеральное финансирование на основной перечень услуг, в которых в основном медицинских услуг, в котором нуждаются палеотивные пациенты. И основная масса на сегодняшний день – это все-таки не государственное финансирование, это привлеченные деньги, это может быть пожертвование, это могут быть деньги бизнеса, и, соответственно, конечно, вот на сегодняшний день финансирование палеотивной помощи взрослой и детской – очень часто это частногосударственное партнерство, и в детской особенно, да. И мы это очень приветствуем, потому что действительно государство должно взять на себя какое-то обязательство базовых услуг, а все, что вот такое пилотное развитие, каких-то вот вещей, которые, допустим, сначала можно, ну, опробовать, если так мы говорим, и потратить деньги не государственные, сказать, что это эффективно, и вот этот пилот потом уже предложит государству, да, и чтобы это уже было в виде услуги, потом реализованное финансирование, финансирование – это, конечно, было бы здорово. Скажите, я… вот что я сейчас услышал, да, на самом деле, достаточно давно я наблюдаю за тем, как развивается в нашей стране система палеоативной помощи, и, безусловно, в этой теме есть свои акторы, свои люди, которые, ну, двигают эту тему и на федеральном, и на региональном масштабе, да, уровне. Мы не можем не говорить о фонде Вера и Нюте Фидермессер, мы не можем не говорить о Лиде Маняве, которая занимается этой темой, и это «Дом с маяком», где вы работаете. Вы сказали очень точное слово, что это, в общем, философия, это философия. Что включает в себя эта философия? Потому что, когда мы говорим об уходе из жизни, это всегда очень страшно. Ну, страшно, то есть мы живем каждый день, да, мы не хотим думать об этом, мы не хотим задумываться вообще в эту сторону, да. Что включает в себя эта философия, и в чем ее главные смыслы? Можно я немножечко добавлю все-таки к прошлому вопросу и к ответу Наташи? Дело в том, что детская служба, действительно, в службе палиативной помощи детям, большая часть, не большая, я бы сказала, а большая часть помощи детям, она осуществляется за счет частного государственного партнерства, благотворительных организаций, некоммерческих организаций, социально ориентированных. Этого нельзя сказать о взрослой службе и вообще о службе палиативной помощи, потому что многоступенчатая и многогранная оплата, тут если говорить о ответственности государства, то гарантированная помощь, обеспеченность койками, посещение, она гарантирована государством и оплачивается. Одна из немногих стран России, где федеральное финансирование идет на оказание палиативной помощи. Причем уже три года идут федеральные деньги, это более 4 миллиардов рублей ежегодно в регионы на развитие службы. Причем стоимость, которую оплачивают сами регионы, она в разы больше, то, что они сами вкладывают, и вообще ответственность именно регионов за развитие палиативной помощи. Очень важно ответить, что вся часть, до 2019 года, это была медицинская помощь, действительно, это деньги Минздравов, региональных органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья. И та составляющая, которая не медицинская, большей части психологическая, социально ориентированная, духовно ориентированная, такая общая поддержка, которая не только связана с медицинским вмешательством, она осуществляется за счет волонтеров, некоммерческих организаций. Но еще важно сказать, что после изменения в законодательстве в 2019 году, то есть большая часть социальной, мер социальной поддержки, она оплачивается тоже за счет государства, за счет социальной службы. Единственное, что нужно тоже озвучить, что этот вид помощи развивается всего 9 лет. Ну так, в нормативно-правом пой. 9 лет. То есть в 2011 году впервые в законодательстве появился этот вид медицинской помощи. И вот с того момента все началось. Хотя до этого, в течение 20 лет, происходило за счет инициативных людей, где-то частные хосписы, но в основном тоже они были государственные, за счет казенной организации тоже оплачивались государством, фондами. Но только 9 лет. Поэтому вот эта вот общая сейчас масса, она нарастает с удивительной прогрессией, в том числе финансирование этой службы. Поэтому вот эта философия, которая важна сейчас, именно про философию. Потому что те деньги, которые есть, они есть, и в принципе в них можно вложиться. Об этом всегда говорила Вера Васильевна Миленчикова. Когда спрашивали, сколько финансируется ваш первый московский хоспис, Вера Васильевна говорила, вот такие-то деньги. И вам хватает это на все? Вера говорит, не ворую. То есть у Веры Васильевны был вот такой ответ. Я не говорю, что кто-то там ворует и прочее. Но вопрос о том, по-хозяйски отнестись к тем деньгам, которые есть, и правильно понять философию этой помощи. То есть за те деньги, которые есть, можно вложить их в то, что необходимо, и использовать это с душой, привлечь волонтеров, привлечь некоммерческие организации, привлечь психологов, привлечь религиозные организации. И можно за эти же деньги сделать другую совершенно картинку. А можно потратить намного больше денег. Купить не то оборудование, купить не ту расходку, привлечь не тех специалистов, не привлечь волонтерские организации. И эффективность экономическая этой организации будет намного меньше. Мне кажется, что мы во многом ориентируемся на западные страны, потому что там палеотивная помощь, детский палеотив – это более 20 лет. Все равно мало. Все равно мало, но это уже какой-то опыт. Это большой опыт на самом деле и опыт успехов в том числе. И если говорить о детском палеотиве и, опять же, о финансировании о том же, то этот принцип финансирования, то есть около 20% государственного финансирования, 80% благотворительного, этот принцип ровно такой же и в других странах. То есть он все еще через 20 лет так работает. На данный момент, если говорить о доме с маяком, да, это работает именно так. Вы знаете, когда мы говорим про философию этой темы, ведь, знаете, еще 10 лет назад слово «хоспис», оно кроме отропи и, в первую очередь, мне кажется, у старшего поколения ничего не вызывало. То есть это как было что-то, знаете, как сродни, не знаю, вот кладбище или, да, вот… Полукладбище тогда. Да, полукладбище. На самом деле и сейчас. Сейчас это сохраняется в менталитете, но, вы знаете, я никогда не забуду свою первую встречу с Нютой Фидермессер. Я брал у нее длинное интервью. Мы говорили об этом, и прозвучала такая… В общем, это все на самом деле просвет. Это просвет до конца. Да, и вот недаром у фонда «Вера» есть замечательный слоган, с которым они идут в публичное поле. Это жизнь на всю оставшуюся жизнь. Да, посмотри на наших героев, они суперпозитивчики. Да, вообще, вы знаете, дорогие зрители, мы не можем здесь вот не отметить, что вот вы не видите одновременно, наверное, все лица сегодняшних гостей, но в основном это улыбающиеся светлые люди. И мы… Спасибо, что у нас есть возможность так говорить на эту сложную тему, в общем-то, с ощущением света. Мне кажется, по-другому они не стоят говорить. Давайте я внесу ложку дегтя в наше сейчас общение. У нас сегодня среди гостей нет человека, который выступал бы против палеоативной помощи. Ну, в общем, это, наверное, очевидно. С другой стороны, я понимаю мысли огромного количества наших зрителей, которые говорят, да, господи, на живых-то денег не хватает. А здесь вот мы говорим про эти миллиарды и миллиарды рублей. Чтобы что? Вот ответьте, пожалуйста, на этот вопрос. Вот, Диана, давайте к вам, как к человеку, все-таки максимально приближенному к государственной системе, ответьте на вопрос, чтобы что? Это все очень просто. На самом деле, на живых-то денег не хватает. На этот вопрос можно ответить очень легко. В палеоативной помощи нет мертвых людей. То есть мы оказываем помощь к живым людям, их семьям. И вопрос о том, текст о том, что не туда деньги распределяются, мы, я тоже слышала несколько раз об этом, что вы со своим палеоативом уже на всех каналах. А вы от кого это слышали, извините? Вы знаете, и от профессионального, и не от профессионального сообщества, я бы сказала. То есть даже от своих коллег. Ну что ты со своим палеоативом? Ну что, других вопросов нет? Ну что, кроме обезболивания не о чем поговорить? Ну давай вот об этом еще поговорим. Действительно не хватает денег на что-то другое, а вы со своим палеоативом. Ну опять на своего коня села, говорю мне. Говорят мне вообще моя одногруппница с университета. Дело в том, что расхожая фраза, это про всех, когда касается конкретно тебя, мне кажется, нет человека и никогда не будет человека на этой земле, которого эта тема не коснулась. Или не коснется. В любом случае. Ну, наверное, только, я даже не знаю, кого, никого. И когда это происходит, все говорят одни и те же тексты о том, что выбрасывают из больницы. Именно текст выбрасывают из больницы. Не знаю, где прописана вот эта формулировка, почему люди говорят одно и то же. Вы же слышали это слово. Нас выбрасывают из больницы в среду. Да, даже медицинские работники, с которыми это происходит, они превращаются в... Когда тебя это лично касается, ты теряешь профессионализм. Очень легко потерять и очень сложно остаться профессиональным в теме, когда переходит твою личную грань, твое личное поле, биополе. И поэтому говорить о том, что палеотивная помощь не касается живых людей, это неправильно, потому что помимо того, что она касается больных, она касается еще и родственников. Когда пациент в терминальном состоянии, и мы долгое время в палеотиве во взрослом видели пациентов уже умирающих. За две недели до смерти мы видим больных, и действительно мы не успеваем им помочь в полном объеме. И наша помощь терминальная, чтобы как-то поддержать близких. И самый высший пилотаж, когда близкие уходят, нас успокаивают. Я говорю, да не расстраивайтесь, он уже так все вот было. И это все было, мы ожидали этого. Нас успокаивают, говорят нам спасибо. И на какие-то дни, даты отмечания вот этих религиозных или какие-то там другие даты, люди приходят именно к нам и хотят побыть с нами в этот день. И это пусть не все так делают, но важно говорить, что это как раз про тех людей, которые остались. Потому что им тоже растить своих детей. В детской службе, тут Наташа лучше меня скажет, распадаются семьи, теряется человек высокотехнологичных возможностей, он вместо того, чтобы реализовать какие-то задачи для государства, он меняет памперс. И он уходит с работы, он теряет семью, он теряет заработок, он теряет здоровье. Он никогда не родит второго ребенка, возможно, потому что он потерял вообще все, он будет служить этому. Или он пожилых своих родителей, представляете, сколько надо ухаживать, он теряет доход, он теряет социальный статус. И, соответственно, есть такой вопрос, что около больного 10 человек. Но это так никто не считал, на самом деле, сколько это такое расхожее. Но влияет на кого больше. Но, представляете, какая потеря для общества. Скажите, давайте, чтобы обозначить масштаб этой темы, но в контексте России, все-таки, сколько сейчас, на сегодняшний день, людей в России, которым эта палеотивная помощь нужна? Про детство Наташа скажет, я тогда озвучу цифры. Около полумиллиона людей последнего года жизни, умирающие сейчас. Вот тяжелые терминальные люди. Которые осталось жить один год. Которые умрут в течение года. В течение года. Это около полумиллиона человек. Около полумиллиона человек. И вокруг них тоже сколько людей. Если брать расчет, а мы сейчас уже говорим не о таком расчете, потому что мы вполне себе развиваем палеотивную помощь, и помощь в стране у нас не совсем на нулевом уровне. Мы уже на четвертом уровне развития палеотивной помощи, по оценкам комиссии Ланцет и ВОЗа. То есть мы говорим о расчетах не на последний год, а и на предпоследний, и на предпредпоследний. То есть люди, которые испытывают тягостные симптомы, не выздоровеют, им плохо и тяжело, и вокруг них страдающие родственники. И таких людей еще столько же, а то и больше. То есть больше миллион двести человек. То есть в пределах полутора миллионов человек. Расчеты разные. Мы использовали разные методы расчета, которые предлагают разные международные сообщества. Цифры примерно одинаковые. С какими диагнозами в основном люди существуют в рамках... Ну, про детство, подожди. Про детство, да, если нужно. Ну, у детей это где-то около двухсот тысяч. Те, которые нуждаются в палеотивной помощи. И из этих детей до 18 лет примерно девять с половиной тысяч умирают ежегодно. То есть вот они нуждаются в этой помощи в конце жизни, да. И здесь, конечно, большой вопрос действительно, кто эти дети, кто эти семьи. И отвечая, опять же, зачем и кому это нужно, то есть мне кажется, что палеотивная помощь – это действительно про общество. Да, то есть как бы это громко не звучало, но на самом деле у нас всегда раньше в советские времена мы говорили о том, что мы все работаем с вами, рождаемся для общества. И палеотивная помощь – это индивидуальный подход. То есть мы вытягиваем вот эту семью индивидуально, мы даем ей какие-то возможности жить человеческой жизнью. Каким образом? Обезболив ребенка, да, и, значит, мама может спать ночью, потому что ребенок перестает кричать, и ребенка нету 80 там этих вот судорог за сутки, да, эпизодов. И мы даем возможность сделать так, чтобы ему ничего не болело, подбирая терапию. И мама, вот видя, что ее ребенку легче, ее ребенку лучше, она сама спит. Папа отдохнул ночью, папа поспал с мамой. Вообще отдыхают, как семья на самом деле. Жизнь продолжается, правда. Скажите, напрашивается тема, которая идет в параллели, это ранее детская эвтаназия. Представим себе, что родился такой очень тяжелый ребенок. Насколько вообще совпадает ваша точка зрения с таким тезисом, что гумания была бы просто усыпить? Вы знаете, что вопрос эвтаназии, он действительно, обсуждается широко и постоянно на самом деле. И вот сейчас в Новой Зеландии, например, тоже есть большие, идут большие дебаты по поводу, значит, введения легализации эвтаназии. И есть эвтаназия, есть еще, получается, доктор-ассистированный суицид, так называемый. Да, это немножко разные вещи, но, по сути, пациент умирает, если вот он заявил о своем желании умереть, он больше не может вот сталкиваться с этими страданиями. В Швейцарии с 40-х годов уже оказывается эвтаназия, и это страна, куда ехали люди. Потом страны Бенелюкса в 90-е годы, они тоже легализовали эвтаназию. И, значит, это был 2013-2014-2015 год, когда даже детская эвтаназия была легализована, значит, в одной из стран Европы. И палиативное сообщество тогда детское выступило, прям написали такую большую декларацию, что мы не можем сейчас никак пропагандировать эвтаназию, пока эти люди просто не получили нормальную палиативную помощь. Это вот точно так же, как сейчас в России. Мы бы говорили, давайте вот все, кто страдает, значит, они мучаются, они, конечно, хотят умереть, потому что они не могут выносить. Вот контр-адмирал Апанасенко, он застрелился, потому что он просто не мог выносить, во-первых, собственные физические страдания, во-вторых, страдания своей жены, которая бегала в поликлинику и пыталась там, значит, получить эти препараты, да, эти унижения. То есть человек, который был, ну, во-первых, в статусе, да, и очень самодостаточный, да, он просто не смог жить, да, и он, значит, покончил жизнь самоубийством. И, конечно, вот если мы нормально не обезболим, нормально не окажем психологическую помощь семье, нормально не окажем палеотивную помощь, мы будем иметь людей, которые просят о смерти, да, об этой эвтаназии. Но если мы в государстве вот у себя это все развиваем и даем возможность быть свободным от боли, да, от физических, от моральных страданий и достойно жить и проживать вот эти вот дни, то минимум людей просят. То желание жить возвращается, грубо говоря. Мне кажется, когда мы думаем про, если мы не болеем из лечимого заболевания, мы думаем про смерть, о смерти, мы чаще всего представляем что-то вот, что-то такое, скажем, какие-то философские размышления, да, как же там будет, может быть, я перестану там существовать и так далее. Но когда говоришь с человеком, который болеет, который тяжело болеет, чаще всего там совершенно про другое. Про боль. Про боль, про физические переживания, про переживание того, чтобы не выглядеть, чтобы не потерять лицо, да, то есть как я буду, буду ли я голый лежать, да, или как это, да, достоинство, совершенно верно. И это вот в том числе об этом, да, когда есть боль, то мир вокруг человека, он, в общем, становится такой капсулой, которая постепенно-постепенно сужается сначала до тела, да, а потом до точки. И человек, в принципе, он больше, чем об этой точке, он больше ни о чем не может думать. Все его внимание здесь. И это абсолютно невыносимая история, в том числе и суициды у взрослых людей, и у молодых взрослых людей в том числе, да. Вы психолог. Можете рассказать про то, вот в чем заключается ваша работа как психолога? Ну, в какой-то степени моя работа никак не отличается от работы психолога, да, вне детского хосписа. Простите, просто я себя ставлю на ваше место, я там никогда не была, но мне кажется, что что же я так могла бы сказать этим людям? Что? Что я должна выдумать? Здесь, наверное, важно отметить, что разница между помощью, паллиативной помощью взрослым и детям, она очень, очень большая. Да, и если говорить про взрослых, если я там не ошибаюсь, да, где-то 90% это будет онкология. Нет, ошибаюсь. Окей, я ошибаюсь, но я имею в виду, что... Ну, потом скажете. Скажем так, я сейчас поясню, о чем я. О том, что эта помощь больше про end of life, да, в конце жизни, скажем так. Если говорить про детство, то огромный процент помощи – это все еще заболевание неизлечимое, все еще заболевание, которое угрожает жизни и укорачивает ее, но, тем не менее, это не год, не два, не три, это 15, 20, 25, 27 и так далее, да. То есть это может быть абсолютно разный момент. И вот если с этой стороны посмотреть на это, то, конечно, есть процент пациентов, к которым я прихожу, и это end of life, это вот период, когда пациент уже умирает. Это одна работа. Есть совершенно другой вид работы, и его, на самом деле, больше с пациентами, например, у которых СМА, да, СМА, первого, второго, ну, в основном, чаще второго и третьего типа, да. Что такое СМА? Спинально-мышечная атрофия. Вот. Или миодистрофия дюшена, то есть заболевания, которые влияют на мышцы, генетические заболевания. Вообще это такой пул большой генетических заболеваний, в том числе мышечных, которые влияют на мышцы, и ребята, в общем, растут, и интеллектуально, когнитивно они сохранны, но при этом они не могут двигаться, они перемещаются на электрокресло и другие тоже генетические заболевания. И там совсем другая работа. Ну, сравните. Вот есть end of life, а есть вот пациент, который будет еще очень долго жить. Ну, если коротко, в чем ваши тезисы, какой основной посыл вы транслируете? Я думаю, что когда мы говорим про заболевания, не end of life, скажем так, да, вот этот период, по крайней мере, тут дело в том, что любое заболевание, которое есть в детском проспесе, оно может перейти в это состояние, в этот этап. Но когда мы говорим, чаще всего ребят волнуют абсолютно понятные и обычные вещи. То же самое социализация, то же самое общение, одиночество, то есть те же вопросы сексуального характера, да, то есть про их тело, про переживания, связанные с этим, про первый сексуальный контакт и так далее. То есть это абсолютно те вопросы, которые вначале, наверное, даже родители ввергают в шок, что, ну, как так, стоп, это же мой ребенок, да, он болеет, у него не может быть вообще таких проблем. Надо думать как бы совсем про другое, да. Да, да, бац, оказывается там жизнь и жизнь, ого-го. У нас был опыт, мы собирали, у нас был опыт круглых столов, мы собирали, мы в какой-то момент поняли, что эта тема актуальна, ко мне ребята там, ну, обращаются, но на самом деле не очень, да, но мы понимаем, что эта тема, она такая закрытая. Такая же, как, собственно говоря, тема смерти, да, то есть это такая закрытая тема. А внутри темы смерти, там, внутри палеотива есть еще тема сексуальности, она тоже, в общем, есть, ее никуда не деть, как оказалось. Мы сделали круглый стол, на нем были родители, и это был совершенно такой потрясающий опыт, потому что родители были, конечно, в шоке, что мы, в принципе, это обсуждаем. Они понимают, да, они говорили, да, это очень важно, и, пожалуйста, вы можете делать все, что хотите с этим. Работайте. Работайте, работайте в этом направлении, да. То есть это тот момент, когда… Знаете, интересная такая вещь, вот чем больше мы сейчас с вами обсуждаем и говорим, тем больше я понимаю, что если вот медицина, она все-таки ведет борьбу за человеческую жизнь, то палеотивная медицина, она ведет борьбу за эту же самую жизнь, просто обеспечивает достойный уход человека за качественную жизнь. То есть в этом смысле палеотивная медицина, она, ну, ничем не отличается от обычной медицины, потому что идет борьба за качество жизни человека. А то, что все мы конечные, когда вы говорите про то, что end of life, там впереди у тебя 25-27 лет, ну, это какой end of life? Знаете, каждому из нас может завтра что-то свалиться на голову, и мы прекратим свою жизнь. У меня пикантный вопрос. И помимо советов в виде текста, вы обеспечиваете молодых людей знакомствами, какими-то свиданиями? Окей, пикантный вопрос. Ничего себе, Ольга. А мне интересно. Да, это прям… Нет, это очень хороший вопрос. Это очень хороший вопрос. Это действительно, вот очень много этических аспектов вообще в работе палеотивной службы на дому, особенно когда ты входишь в семью, не они к тебе приезжают, да, а ты входишь в семью. И когда, особенно ты работаешь с молодыми взрослыми, когда он вроде при родителях, да, а де-юро он уже взрослый, а у них еще до сих пор вот эта связь, и мама говорит, а мы пописали, а мы покакали, да, человеку там 18-20 лет. И вот отвечай на пикантный вопрос. Да, на пикантный вопрос могу ответить так. Мы в какой-то момент действительно сели нашей командой в хосписи для молодых взрослых, мы сели и начали думать, где вот эта черта, да, то есть мы должны, я не знаю, дать им ссылки на секс-шоп, там, магазин. Где вот черта, где мы должны остановиться и сказать, слушайте, ребят, ну... Теперь сами. Дальше вы сами, да. А мы закроем глаза. Мы эту черту постепенно, наверное, пытаемся провести, она все равно такая пунктирная. Если прямо отвечать на вопрос, конечно, нет, мы не вызываем там проституток, не даем контакты, у нас нет пула, базы там какой-то, к которому обращаются. На самом деле, в других странах это совершенно иначе. Да что вы. Да, там есть, собственно говоря, услуги, которые оказываются за деньги. Все абсолютно легально, законно и пользуются большой популярностью. Как это интересно. Я думаю, что мы к этому придем. Но в любом случае мы всегда разговариваем, что на самом деле любовь, она очень важна. И вот в программе молодых взрослых, ведь очень много генетических заболеваний, которые забирают мышцы, например, да, и возможности передвигаться, что-то делают. Но интеллект, он уникальный, он великолепный. И в наш век социальных сетей, когда люди знакомятся сначала мозгами, а потом видят тело, девчонки влюбляются в этого человека. В личность. В его интеллект, да. И мы сыграли несколько свадьб в программе. Уже 2, чем у нас их взрослых, да. Потому что вот действительно наши пациенты, я даже вот подопечная сказала бы, да, они заслуживают вот этой нормальной жизни. Пусть это в ограниченном периоде времени, да, но это вот полноценное. Сразу, знаете, напрашивается такой вопрос. Понятно, что когда мы все живем, как будто будем жить вечно, это понятно. Мы никто не хотим об этом, да, мы из-за дня в день. Ну да, есть палеотивные, а мы не палеотивные. Ну да, это тонкая грань. Но вопрос такой. Вот человек, когда все-таки он смотрит в лицо вот этой смерти, где бы она ни была, через неделю, через год, через 25 лет, это все-таки другое начинает быть ощущение ценности собственной жизни и жизни вообще. У человека, видимо, обостряется жизнелюбие, обостряются мечты. Вот скажите, что это за набор пожеланий, мечт, просьб, запросов этих людей, вот как взрослых, так и молодых, по поводу вот этой вот собственной жизни? Вот, Диан, может быть, вы скажите? Знаете, у меня есть, я про взрослых, у меня есть, конечно, осуждение про детей, я оставлю это моим коллегам. Есть такое, у меня полное ощущение уже, я занимаюсь хоспином практически 20 лет, человек как живет, так и умирает. Невозможно, вот мы сейчас думаем, что если вдруг что-то произойдет, я, наверное, буду искрить желаниями, и что-то я вот такое буду придумывать, и какие же желания... На самом деле все по-разному реагируют. Есть люди, которые впадают в оцепенение, и есть вот эти этапы, которые проходят, это психологи хорошо знают, но есть ситуация, что каждый останавливается на каком-то своем этапе. Есть люди, которые проходят все этапы вот этого принятия горя до каких-то, конечно, высших таких, это для нас самые такие яркие люди, которые научили нас принимать свою болезнь. Одни впадают в оцепенение и в депрессию, и не хотят ничего, наоборот, ничего не хотят. У них нет никаких, у них наверняка есть желание, и желание одно – хочу быть таким, как был раньше, вот тогда была жизнь. А сейчас на один мой вопрос очень бесконечно плачущая бабушка, я говорю, ну что вы, она говорит, я плачу уже 5 лет с момента, как мне поставили диагноз. Я говорю, ну, боже мой, вы только сейчас слегли. А что вы делали 5 лет? Она говорит, лежала, плакала. Я говорю, подождите, но ведь можно было ходить по грибам, можно было туда-сюда ездить. Нет. И на самом деле мы это видим. То есть если говорить о реакции разных людей, она зачастую непредсказуемая. Активнейшие люди впадают в ступор, и долго в нем находятся, и даже, возможно, самые активные жизненные позиции, и такие люди были, они, наоборот, отказываются от каких-то дальнейших действий. Кто-то делает совершенно наоборот, включает невероятную какую-то жизнеактивность и жизнелюбие. Это какие-то внутренние... Вот почему про хоспис, это про индивидуальную потребность. Взрослый человек, он не растет и не развивается, и не учится, хотя кто-то начинает учиться. Маленькая часть. Очень интересно работать с молодыми взрослыми. Действительно, это такая более широкая линейка проблем, которые тебе нужно решить, и как профессионал тебе это интересно. Но желания очень простые, очень человеческие желания. И зачастую люди не выбирают какое-то путешествие, а выбирают побыть у себя на даче. А люди не... Я часто слышала о Джон, боже мой, он строил, строил эту дачу, и вот сейчас вот мы только закончили баню. И это тоже какая-то вот ситуация. Кто-то хочет что-то вкусненькое поесть, кто-то хочет приезда близких, а кто-то хочет вообще никого не беспокоить. Продолжать вот такую же жизнь, как он вел, и не уходит ни с работы, он до последнего, его возят на эту работу, но он работает, работает, и вот за неделю до смерти он только вот перестает ездить на работу. Поэтому каких-то шаблонов, наверное, нет. Хотя одно могу сказать, что люди хотят очень простых вещей, селедки, люди хотят чистой ключевой воды, можно подкупить людей на предложение о мороженом. Или мужчину, ты приезжаешь к нему домой, и говоришь, слушайте, давайте выпьем пиво. Или к женщине, если ты приезжаешь на визуэ, ты с бутылкой шампанского. И говоришь, слушай, а я еще два фужина, давай выпьем шампанского. Приезжает доктор, предлагает выпить шампанского. И зачастую вот эти простецкие, совершенно простые жизненные вещи, они самые-самые-самые правильные. А вот наша идея, я сейчас вот начну там суперпутешествовать, люди экономят. И вообще, по-другому, помощь, она нужна, мне кажется, вот как раз-таки на вопрос, зачем она. Еще как раз для того, чтобы дать людям возможность почувствовать, чего они хотят, да, и реализовать эти желания тоже. Вот это особенно в детстве видно, потому что вот если, допустим, человек узнал диагноз в поликлинике, пошел домой, да, там, родственникам сообщил, не сообщил, и сам борется в собственном соку, это одна история, да, и очень грустная на самом деле история. Когда к этому человеку начинает приезжать выездная служба палеотивная, и там есть доктор, там есть психолог, там есть команда вообще, там есть волонтеры, да, и вот эти люди, они тебя подхватывают, они тебе не дают ввалиться в эту глубинную депрессию, да, они вот просто вот здесь вот тебя ухватили, и держат, не дают просто провалиться. И благодаря им ты как раз переходишь, вот, да, в какой-то период, когда ты готов принимать что-то там, вот какие-то действительно радащие в жизни. Что все равно основная нагрузка, основная тревога и основная, вот, вся боль, она лежит на родственниках, на близких все равно. Какая бы ни была хоспитная и палеотивная служба, а наши работа. Вы знаете, я здесь видел недавно один рекламный ролик, опять же, связанный с темой палеотива, он блестяще сделан по мастерству, вот, по режиссуре, но смысл был такой, что лежит ребенок, подключен к, значит, с различным там, да, трубочкам, аппаратам и так далее, а рядом с ним лежит мобильный телефон. Из этого мобильного телефона мы слышим песенку мамы. И он ее слушает, 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 слушает. И вот мы, исходя из этого ролика, понимаем, что вот эта связь с маминым голосом, она будет ему нужна до тех пор, пока рядом не построят отдельное пространство, в котором родственники палеотивных пациентов смогут быть рядом, находиться рядом в последние дни или месяцы жизни человека. Вот скажите, насколько сейчас остро стоит вопрос, связанный именно с нахождением рядом родных и близких, позволяет ли российское законодательство вот этому случаться, да? Мне кажется, это, знаете, вопрос, когда мы часто говорим, ну, это расхожий вопрос про эвтаназию, да, например, мы часто любим как-то так в процессе там эвтаназии, потому что это так звучит как-то агрессивно, и мы можем спорить об этом, например. Но мне кажется, вот этот вопрос как раз, он более актуален и множество, и закрывает большую тоже площадь, да, других вопросов. Это вот как раз о том, что про реанимационные мероприятия оказывать их или не оказывать. Можно ли отключить аппарат ИВЛ, если... Сейчас, Андрей, о другом, сейчас в нахождении рядом близкого. Ну, в том числе, мне кажется, что это... Проблема есть, очень часто не пускают родителей к детям. И сейчас вот когда ковид, например, то очень много реанимаций просто захлопнули двери перед родителями, хотя, в принципе, ребёнка с мамой можно, ну, воспринимать как одно целое, да. То есть если это паллиативный ребёнок тяжёлый, то мама с ним всё время находящаяся дома, они одно целое, один организм. И если ты их помещаешь, ты должен поместить их в реанимацию вместе. И, соответственно, инфраструктура должна быть создана так, чтобы это можно было сделать. Ты запрещаешь посещение, ты делаешь, ну, как бы какие-то эпидемические меры всё равно, но вот этот организм, он должен быть перемещён. Это как должно быть? А по закону сейчас как выглядит? Не запрещено. Отзаконодательно не запрещается посещение и нахождение. Прописана только одна история о том, что не должны нарушаться права других пациентов, не должны нарушаться сампины всё-таки, и не должны нарушаться права медиков тоже. И мы сейчас говорим о хорошем индивидуальном подходе. В паллиативных отделениях нет запретов совсем, и паллиативная часть структуры, стационарная, чаще всего открыта для круглосуточного посещения, хотя ряд медиков всё-таки, вот это опять же об образовании, о понимании философии, всё-таки есть паллиативные подразделения, которые говорят, мне обязательно и не нужно круглосуточно, и не только с ковидом это связано, а и не нужно, и начинают придумывать, вспоминать какие-то те самые сложные случаи, когда родственники прорывались, а когда ты уже прорвался, ты же уже, как это психологи говорят, вот в этом вот состоянии, ажиотация, я всегда самый плохой родственник. Вот я лично, я всегда один из самых тяжёлых родственников, когда я со своим ребёнком где-то, или со своим близким, но это правда. Сколько лет ваших ребёнок? Ну, младшему семь. И я действительно, где бы я ни была, я, правда, я сложная мама. Да тут даже никаких... Мне всегда куда-то надо влиять. Привет всем тем врачам, которые вы навещали. Да, к сожалению, да. Но я даже не представляю, как можно не пустить маму в отделение. Если говорить про реанимацию, про палиативную службу, это хотя бы мы все понимаем, это можем открыть. Реанимация, это какая-то... Но при том, что разрешено Минздравом, было много писем информационных в Минздрав, даже были разработаны памятки, которые нужно было именно в таком виде повесить на двери. Конечно, разная структура. Есть маленькие реанимации, есть маленькие больнички, там действительно невозможно впустить эту маму, да. Но помимо структуры... Я очень эмоциональна в этой ситуации. Помимо структуры, которая не пускает маму, есть еще структура в башке, которая не пускает. И это просто... Ну, я доктор, я от мозга костей врач. Но я начинаю настолько нервничать, когда мы же, наши доктора, педиатры... Ладно, еще взрослые, бог с ним. Ну, педиатры, это же такая каста вообще врачей, которая просто включает какое-то такое непонимание, незнание, тупость, я бы даже сказала. И говорит, а зачем? А что вы хотите? И когда мама приходит, прорывается... Ну, я все равно консультирую, ко мне звонят родители. Иногда я... У нас есть главный специалист по детству, но все равно. И мама, прорываясь, начинает искать какое-то появившееся пролежание у этого ребенка. Естественно, да, упавший волосок. Ну, естественно. А как иначе-то? Какая мама сделает иначе? И это вызывает агрессию. Это тотально вызывает агрессию у медицинских сестер, у персонала. Что вы приходите нас контролировать? Они начинают жаловаться. Эта мама идет к ночмеду, тот в такой же реакции. Знаете, на самом деле, вы тоже затронули очень важный вопрос, что в этой палеотивной сфере, как и в принципе в медицине, всегда есть три стороны взаимодействующие. Это сам пациент, это его родственники, и это, собственно, тот персонал медицинский, который обеспечивает этот уход. И должна быть четвертая сторона палеотивная сфера. Как людям, которые вовлечены в этот процесс в медицинской сфере, тоже здесь не потерять. И ощущение, что рядом с ними человек, а не пациент. Потому что это огромная проблема, потому что система все равно рано или поздно в разных местах она давлеет, алгоритмы давлеют. Не всегда медицинским работникам удается видеть человека с его глазами, с запросом и так далее. Вот как здесь не выгорать? Может быть, вы подскажете? Для меня очень понятно. Мне кажется, добрым быть легче. Вот добрым – это легче. Ты меньше выгораешь, ты больше позволяешь. Это, конечно, навыки. Коммуникации – навыки. Общение – навыки. Хорошо, когда это строится на базовом внутреннем эго человека, когда он готов быть таким. И у нас есть такое понятие – глаза. И это наша палеотивная команда всей страны знает. Наши глаза, не наши глаза. Ты можешь его увидеть три минуты. Вот мы с Андреем только познакомились. Я говорю, Андрей, давайте вы познакомитесь с нашим психологом. То есть это вот те самые какие-то душа. Да, мы очень любим, когда на наших программах все друг с другом знакомятся, а потом начинают друг с другом вместе работать. И это длится долго. Это душа и навык коммуникации, конечно. Я хочу добавить одну вещь по поводу пускать, не пускать этого всего. У меня есть опыт работы как медбрата в реанимации. И у нас было, скажем так, в прямом смысле слово прогрессивное на тот момент было более 8 лет назад. И это была прогрессивная у нас была реанимация. И наш главный врач, он пускал родителей. Да, тоже там по определенному регламенту, по часам. Но он вообще без проблем пускал. И надо сказать, что я не помню, чтобы у нас были вообще проблемы с этим какие-то. То есть когда мама приходила или жена приходила к мужу, наоборот, это на самом деле облегчало работу. Персонал облегчал работу, потому что она могла быть рядом, она могла как-то там звать, если что-то меняется. Пару первые моменты, она там волновалась, больше спрашивала, после чего все было абсолютно в порядке. И это, мне кажется, такая вот история... Мне же общаться надо. С этой же мамой надо же общаться. Слушайте, я хочу защитить медика. Я хочу все равно защитить медику, потому что я понимаю, что люди, которые будут нас видеть, наши представители говорят, ну что вы такое несете? Конечно, все люди разные. И мамы разные, и медики разные, и родственники разные. И надо понимать, что мы же все с одного социума. Это такая же медсестра, и такой же доктор, и такие же люди приходят. Поэтому тут... Давайте, знаете, да. Сейчас и не было осуждения. Сейчас был просто пактник. Мы сегодня коснулись с очень важной темой ухода из жизни, которая является точно такой же неотъемлемой частью нашей жизни, и к этому так и нужно относиться. Спасибо за ваш свет, за вашу работу, за ваш труд, который вы несете лицом к лицу вот с этим страшным явлением, которым является человеческий уход. Над себя хочу сказать, что все мы конечны, мы все это знаем. Но, дорогие зрители, карп и дием, как говорили в древней игре... Будем жить до конца. Будем жить до конца. И эта жизнь, пускай длится яркая, светлая на всю оставшуюся нашу с вами жизнь. С вами был Док Ток, Ольга Арлаускас, Никита Тихонов-Рау и наши чудесные гости. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok